Обещанного три года ждут. Это выражение, как нельзя кстати, подходит для жителей Туркестанской области. Уже несколько лет люди из двух районов, Сарагашского и Клесского, ждут, когда их дома подключат к газопроводу. Тем более, что его проложили и даже провели к жилищам. Но голубого топлива все нет. Бахром Абдулаев с подробностями. Зимуем мы всей семьей в этой комнате. Спим в верхней одежде. Сносить самодельные печи жители села Абайки Лесского района не решаются. Но многие потратились на газовые котлы, которые теперь простаивают. Дильфус Додобаева, мать четверых детей, говорит, что прогреть ее дом углем невозможно. В прошлом году у соседей дети отравились, надышавшись угарным газом. Каждая семья в нашем селе имеет большие дома. Вот только приходится всем ютиться в одной или двух комнатах. Так как прогреть дом углем практически невозможно. Очень дорого выходит. В Акимате Келесского района говорят, что не способны сами решить эту проблему. Заказчикам строительства автоматизированы газореспределительные станции и прокладки. Газопровода в 2017-18 годах был отдел ЖКХ при Сарагашском районе. Район два года назад разделили и часть территории отдали новому Келесскому. Станции должны были сдать в эксплуатацию зимой того же года. Но возникли проблемы. Смета не предусмотрела многого. В общем, в смете не заложены пусконаладочные работы, шеф-монтажные работы, обеих сложные. И тем более где-то 80% оборудования из-за рубежа идет. Это не взяли в учет. Так что сдали АГРС только в 2016 году. Стоимость проекта – 259 миллионов тенгян. По словам заказчиков, объект не могли запустить до сегодняшнего дня. Так как для влески в газопровод и для его запуска необходимо было дополнительно более 50 миллионов тенгян. Но сейчас все в порядке, говорят в Акимате. Мы планируем подключить станцию к газопроводу до конца этого месяца. После чего будем запускать станцию и населенные пункты будем подключать к природному газу. Представители отдела ЖКХ добавили, что полностью подключить абонентов к новой АГРС, а это больше 10 тысяч человек, они планируют до конца 2021 года. Так что жителям села Абай все же придется закупить уголь на зиму. Бахром Абдулаев, Жан Сирик Борамбаев, Информбюро, Туркестанская область. Смотрите Информбюро на YouTube, прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования, все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро, когда нужна честная информация. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!